Всем доброго ноября! В эфире, несмотря на холодную погоду, горячий инфакт. Помнится, полмесяца назад компания Sony случайно слила в сеть посредством официального сайта подборку ноябрьских ништяков для бесплатной раздачи в PS Plus. Там фигурировали Yakuza Kiwami и Bulletstorm. К счастью, информация оказалась не ложной. Sony действительно объявила именно эти игры, вдобавок к которым попали Burly Man at Sea и Roundabout для PS4 и PS Vita и Arcedo Series на пару с Jackbox Party Pack 2 для PS3. Забирайте на здоровье 6 ноября! А в феврале этого года один британский сайт, а если точнее Trusted Reviews, решил привлечь к себе внимание публикации секретных сведений о секретной на тот момент Red Dead Redemption 2. Позже сведения были удалены со страницы и заменены извинениями, однако Rockstar помнит. Детали переговоров между компанией Take-Two и Trusted Reviews не оглашаются, если они вообще были, но скорее всего кто-то крепко нарушил законы о конфиденциальности и в итоге должен поплатиться. В суд никто не подавал и несмотря на это Trusted Reviews сообщила о намерениях пожертвовать более миллиона фунтов денег благотворительным организациям, которые в свою очередь предложила выбрать самой Take-Two. Создатели RDR 2 выбрали Фонд Американского Индейского Колледжа, Заповедник Американские Прерии и Институт Развития Коренных Народов. Получилось аутентичненько, и хорошо, что СтопГейм на такую сумму не влетел. Создатели Until Dawn Supermassive Games готовят следующее интерактивное месиво про подростков, нашедших на свои упругие места все, что они так усердно искали. The Dark Pictures Anthology повторит не только основную геймплейную концепцию Until Dawn, но и возьмет в оборот еще разок повествовательную фишку. Если помните, напряги в прошлой игре сопровождал своими комментариями психоаналитик Доктор Хилл, то и дело обращаясь напрямую к игроку. Теперь же все четыре части серии Dark Pictures возьмет под свое наблюдение Куратор. Судя по его рассказу, в историях из его библиотеки нет верных или неверных решений. Каждая соответствует личным взглядам игрока, и любое действие может быть как осмысленным, обдуманным, так и целиком резким и спонтанным. Неинтересно, если так, то можно будет не разделяться, хотя, видимо, эти каноны жанра уже ничто никогда не разрушат. Что ж, Куратор, которого сыграет Пип Торренс, предстанет перед обладателями ПК, PlayStation 4 и Xbox One в 2019 году, вместе с выходом первой части The Dark Pictures Anthology. Авторы Just Cause 4 уже отправили Рико Родригеза свергать золото, и в то же время поспешили объявить состав сезонного абонемента и требования к персональным компьютерам. Внимание! Три дополнения ожидают особо верующих. В первом, Dare Devils придется окунуться с головой в местные скоростные заезды. Второе, Los Demonios, познакомит Рико со сверхъестественной демонической силой, а может и с естественной. И на третьем DLC настанет пора встретиться лицом к лицу с высокими технологиями старого агентства, на которое работал наш бородатый разрушитель в первой и второй частях. Не играли? А это и не важно. Все вышеперечисленное появится в 2019 году, но лишь обладатели сезонника смогут пощупать дополнения на неделю раньше. Что касается требований к железу, то это Windows 7 SP1 64-битная, процессор i5-2400 или FX6300, видюха GTX 760 или R9 270, 8 гигов рама и 60 гигов рома. Остальные конфигурации по ссылке в описании. И это относится не только к JazzCose 4. Разработчики Battlefield 5 тоже заявили о минимальных и рекомендуемых составляющих, которые должны иметь на борту желающие поиграть в новый шутер от DICE. Система Windows 7 64, процессор i5-6600K или FX8350, оперативка 8GB, видеокарта GTX 1050 или RX 560 и полтинник гигов на жестком диске. Вроде даже и костылей с протезами никаких не нужно. Также стали известны карты не физические, а виртуальные, присутствующие в стартовом наборе. Сетевой режим развернется на просторах восьми локаций из Франции, Голландии, Норвегии и Северной Америки. Battlefield 5 собирается захватить ваши ПК, PS4 и Xbox One 20 ноября. А прямо сейчас у нас на сайте красуются отличные материалы, заслужившие призовые косари. Товарищ Ланцелот в этот раз рассказал нам многое об экранизации Doom, где в роли Doom-гая будет женщина. Лучший обзор в этот раз получился у Night Eagle, оглянувшегося на охотников за привидениями 2009 года накануне Хэллоуина. Все молодцы в описании. Все еще ненавидите Konami? Вот вам еще один веский повод. Оказывается, компания выпустила патч к интерактивному тизеру PT, который удаляет игру с консоли, не давая возможности вновь в нее поиграть. Такую вот панику развели на форуме Reddit. Только вот не беспокойтесь понапрасну, ведь все это неправда. Во-первых, Konami не может выпустить патч к игре, который нет в PlayStation Store. Во-вторых, любой патч можно просто не устанавливать. В-третьих, нет ни одного скриншота установки данного патча. Ну и в конце концов, если Konami захочет блокировки PT, она сделает это без патча. Ей достаточно обратиться в Sony с соответствующим требованием. Так что все хорошо. Ну, кроме того, что Silent Hills все еще отменена. Ужас! Вчера Nintendo провела презентацию с подзаголовком Direct, specially for Super Smash Bros. Ultimate. Для начала было показано еще два бойца, которыми оказались Кен из Street Fighter и Pokemon Insenior. А значит, всего персонажей на релизе будет 74. Также разработчики поделились деталями о системе духов, оказывающих помощь тем, кто на арене, наделяя их дополнительными способностями. Духов можно развивать и кормить Аки Тамагочи. Далее в сезонный пропуск войдет 5 DLC, каждая из которых несет в себе арену, героя и несколько музыкальных композиций. Предзаказавшие получат еще одного героя для сражений, а Super Smash Bros. Ultimate, эксклюзивно для Nintendo Switch, будет бороться за ваш кошелек с 7 декабря. И на этом все, друзья. У нас на сайте появилось продолжение статьи о талантливых студиях, исчезнувших с радаров. Читайте по ссылке в описании, а мы продолжаем наблюдение на StopGame.ru.